итак продолжаем наши техники изучения мануального массажа спины и переходим мы пояснично-ягодичной зоне или в простонародье целлюлитно-ляжечной шучу конечно сначала растираем как и помните я показывал чем ближе тем больше трения тренинг передает тепло потом обоими предпочитаем полностью долл до локтя быстро энергично до копчика это достаточно при приятное появляется клиенты это отмечают потом одну руку сразу видите я заменил на предплечье да не перехожу на ягодицы вот это плечи работает прогольно то есть мышцы идут вот весь на большой кости вот так лучше образно да соответственно я проработал сначала вдоль поперек получается а потом вдоль этих мышц можно какие-то зоны длину локально работать ладонями и соответственно мы идем практически до первого ребра тут квадратные мышцы спины расположены который часто бывают спазмированы поэтому их тоже прорабатываем и поперек и вдоль и по диагонали сразу переходим после трения к жестким техникам лапу леопарда крестец он практически такой трапециевидной формы идет вот так вот вот к нему крепится мышцы соответственно помогаете мышцы отжать от костей вот примерно в этом диапазоне для этого лапа леопард сжимаем близко пальчики их может ближе и на расширение вот такое короткое движение делаем здесь в нашей технике дополнительно используются еще точечные методы которые мы переходим через миофасциальный массаж когда мы внедряемся пальцем именно вот здесь позвоночно-крестцовое сочленение да вот он начинается как правило со стороны ямкой ямка это краешек подвздошной кости подвздошной кости идет вот так чтобы запомнили вот ягодичные мышцы заканчиваются да вот видно дуга но сама кость подвздошная она гораздо выше вот здесь можно прощупать мужчину правило сантиметров пять уже сантиметров 8 вот такая то есть там у них гребень подвздошной кости нам такое как корона практически такая вот поэтому мы расшатываем подвздошно-крестцовое сочинение вот тут они соединяются и пояснично-крестцово заканчивается вот туда помедлялись пальчиком глубоко потому что да если человек проблема потому сразу видно можно пройти за становится смотреть потому что вот во многих школа про это даже не замечают не обращать внимание а это краеугольный камень откуда растут все проблемы со спиной и отсюда могут быть тазовые кости повернуты вот так или вот так за счет спазма этих мышц этом коротенькие такие по сантиметрику идут понимаете пара их вот никто не думал по эти глубокие мышцы поэтому туда вот внедряешь между ними такие мягкие расшлабы общими движениями глубоко достаточно ну как мягкими фигуры медленными на самом деле по сути они да да иной раз и на при сцене тоже идут эти мышцы дальше если человек и совсем все жесткая то да такого даже секрике то есть и спальчика делаем такой молоточек маленький далее мы большим пальчиком обходим вокруг всех сочинений крестца крестец мы помним что это пять срочекся позвонков вот на рисунке то есть в принципе вообще-то это позвонки у них тоже есть как бы рудиментарные ассисты отростки да такие губарки между ними тоже расположен все мышцы а где они срослись да там есть четыре отверстия из позвонков 5 отверстий сколько оттуда выходит мир на окончание и соответственно сверху там тоже еще и мышцы проходят поэтому вот эти вот момент вот такие мелкие дробные мы проходим вместе с очленения крестца и копчика есть . отвечает за потенцию человека человека мужчины некоторые мне говорят так стать анатолий помнишь я ему эту точку променалом потом говорит на женщина сприезжает из турна своего через месяц говорит тебе привет от моей девушки не понял а я искал что-то мин . променал ей потом очень понравилось нашим ночью вдвоем то есть реально это воздействует положительно на потенцию у меня работает нормально сереже расскажешь завтра как я годички дослабь не могу не боюсь не со сквозанной куда ты в масле дайте дополнительно масло в гуску шутка шутка вот и вот эти вот расстояния да вот эти точки они тоже являются акупунктурными мы тоже проходим проминаем методом шиатсу шиатсу это что значит это внедрение такой как винтика будет завинчивать и вывинчиваем по кругу туда пациента зависит не стоит да не не слишком сильно не надо это ведь на самом деле просто стимуляция то есть если вы занимаетесь шатсу массажем до или точно массажем там то вы эту технику используете в нашей общей технике массаж это как бы такой приятный бонус дополнение поэтому все зависит от того насколько нужно если вы если человеком заказал только вот эту зону проработать да тогда уже подробнее а если как бы это как часть спины относятся годится до этого половина того что я сейчас методик говорю можно использовать многими этом на видеоканале спрашивают а чего ты так много техник используешь потому что в работе это вам полезно для того чтобы вы уже маневрировали зависимости от клиента это могут этих техник вам больше этому этим да в принципе все это полезно и все воздействует на эти компрессию и на релаксацию тех других мышц на самом деле тут есть пятая точка ты сказал этот ямка где этот косточка подвздошная там как бы мышцы начинают только крепится поэтому там ткани мало и даже косточку может прощать но особенно у женщин это явно видно вот прами олег дальше это сочленение по именам еще больше и вибрационными такими техниками по подвздошной кости уходим вниз вот сначала я ушел вместо крепли вместе крепления ягодичных мышц потом по самой косточки и потом третий проход на 2 сразу лапу леопарда поместом роста этих мышц где начинается по центру ягодицы практически и большим круговым ощущать напряжением обрабатываем все мышцы ягодичные вокруг большого весла кости вот он тоже тоже видим тут как его в костик мышц и их мало начинают расти так далее на что надо обратить внимание что у человека часто бывает всегда нерв болит где он находится давайте сразу покажу вот здесь находится уголок до подвижен костей вот тут находится вертел человек сидит на седалищном кость костью но к сожалению тут как глобус получается не видно с одной стороны это мы на камеру тоже не видно вы хотите можете камеру поближе вот не останавливая видео я сразу нарисую получается у нас равносторонний треугольник все стороны равны вот если провести диссектрисы которые делят угол пополам из всех треугольников то получается мы попадаем да вот этот центр это и есть начало проекция начала седалищного отверстия седалищного нерва дальше он пошел вот так вот вдоль ноги мимо вот этой косточки седалищные где где он грушевидное место мышцы часто прижимается кстати вот оттуда в угол идет а вот из этого из крестца ну то есть из нарисую вот так то примерно идет два три четыре отверстия там как бы вот внутри выходят нервы из них нервы от позвонков нижних там трех по крайней мере точно киготичные мышцы как это крепится нервы не крепятся они идут на самом деле там внутри за вот это кости подвздошная внутри и вот они потом все соединяются и получаются с расстаются в единый седалищный нерв все 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 который идет уже там до пятки вот поэтому из-за чего часто нерв болит болит мы можем проверить либо это вот эти зоны да то есть есть либо повод позвоночника да но еще не грыжа либо грыжа тогда они выбирающие вот эти книжки диски межпозвоночная не давит непосредственно на нервный столб как правило смотрите в чем еще прикол если грыжа вышла межпозвоночная называется да то есть вот эти позвонки нарисовал она вышла между позвонками вот например грыжа вышла здесь или здесь да чаще всего это получается у нас l1 или 4 просто в масле уже не рисует l3 ой какие 45 в общем l5 с 1 вот это вот с получается 1 это самый частый момент 80% случаев где вылазит грыжа да но если она вылезла здесь то она пережимает нерв идущие от верхнего сочленения то есть не что выходит здесь практически болит сверху то есть на один выше если здесь l4 или 5 до вышла грыжа то нерв чуть выше она прижимают более верхний мир который проходит мимо нее и уходит вот сюда то есть это вторая причина почему может болезнь здесь да но сама ну еще может причина то что повернутый таз тазовую кость вот сюда да и просто сдвинуты получается бедро ветерная кость немножко сдвинутого туда соответственно идет укорочение грушевидной мышцы внутри которые передавливают седаешь нервы прижимают его кости седалищных вот и еще почему может быть грушевидной мышцы потому что даже при нормальных тазовых костях да они просто спазмированы причем мама здесь она уговорила не сиди на холодном до на холодном камне до продают но имелось виду естественно подсознательно древние люди понимали что это вот все боли вот сюда идут и тогда мы с этой зоны работаем как сейчас вот такой момент бывает грушевидчик там гипертонусе тоже пережимать может седать что нет да 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 вот я же про это и говорю вот первый вариант грушеви никаких то местах просто их вот так идет мышца 2 3 там не помню сколько 4 4 4 грушевиных мышц до 4 грушевиных мышцы не ягодично они сверху ягодичные 3 их грушевидного там нарисовано ягодичные мышцы но вот смотрите если мы делаем массаж ягодицы то надо понимать что большая грушевидная мышца она крепится в отверстие кости давно рисовали точку она крепится вот тоже здесь вот отсюда начинается вот большая потом идет средняя она вот здесь вот получается такой птичка не как бы лежат и малая ягодичная мышца она вот там вот внизу ну к сожалению проекцию тут так не нарисуешь здесь поэтому когда мы делаем массаж ягодиц мы делаем когда массаж ягодицы стараемся пройти продольную всю эту самую большую грушевидную мышцу да то есть мы ее проводим вот отсюда и аж вот до места крепления вот здесь вот хотим залезть поглубже поминаем вот там внутри это уже до места крепления и можем прощупать вот эти пучки мышц где они закреплены где они жесткие часто бывает вот здесь значит ее мои расслабляем идет вот туда следующий крепится вот здесь да и расслабляем вот тут вот тут самые больные места особенно у женщин вот здесь вот здесь вот и спереди до сюда вот болезненно да неприятно если они зажаты но это будет отдельная тема один урок и пережимаю передавливать сюда и снег да тогда мы с ними работаем достаточно жестко вот например вот эта мышца вот мы ее прочувствовали прощупили вот она жесткая мы уберем тогда и со всей стилы растираем и на срыв вводим срыв делаем перпендикулярно мышцы это вот первый способ ну например вот тут мышцы да вот берем ее растираем в этом месте либо вот место крепления мышцы до находим эту точку передавливаем держим-держим-держим-держим и будешь быстро отпускаем второй способ да вот находим точку удерживаем и отпускаем находим точку и отпускаем так но вот этот вот раздел работы с седалищим нервом мы продемонстрируем еще получше в следующих наших видео а сейчас вернемся к как бы обычному массажу ягодиц относительно массажа спины значит смотрите вот мы прошли проработали да все вот эти вот миозиты все вот эти мышцы добавляем теперь в них вибрационной техники мы внедряемся костяшками пальцев вот эти и отверстия большой кости получам ко всем креплением мышц проходимся останавливаемся на крестце его проминаем упираясь прямо в сочленение или 5 с 1 достаточно резко и раздвинув пальцы большие до держим позвоночник второй рукой делаем упор и растрясаем вес позвоночника в этот момент тоже можно услышать хруст характерный так вот на этом как бы ручная работа пальчиками кистями с ягодицей со всей спиной у нас заканчивается дальше мы переходим к технике локтями в этом локтевой технике мы поговорим в следующем видео уроке так что смотрите подписывайтесь а лучше продавайте все на практике ведь есть такие нюансы которые на видео не отражены до новых встреч